Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в Джимате. Зовут меня Юрий Озаровский. Всем привет, черноморские. Сегодня на календаре 46 августа. Ха-ха, скажете вы, но вот по погоде именно так и происходит. 15 сентября, но у нас температура воздуха, дорогие друзья, на 16.33 составляет 25 в тени. На солнышке сегодня разгонялось до 32. Мы были в Витязево, и там великолепная погода, чистое море. А сегодня посмотрим на Джимате. 27,5 показывает воздух сейчас. Здесь я нахожусь, и сразу такая красота, амброзия растет на Джимате, в этом сквере, который здесь организовали. Печально это выглядит, конечно, но я думаю, есть ответственные службы, которые должны привести все это в порядок. Хочется сказать, что чувствуется, конечно, отъезд людей, но в Джимате вы можете увидеть, что все заставлено машинами, то есть припаковаться негде. Это говорит о том, что людей еще очень много. И когда я снимал вечерние обзоры для нашего телеграм-канала, на который вас приглашаю подписаться, Юрий Озаровский в поиске, либо Морез, ну а также ссылочки есть в описании, то там мы видели, что в Джимате всегда было больше людей, чем где-либо. Ну вот сейчас посмотрим, как оно там. В этом сквере, конечно, очень не хватает лавочек, мусорок и всего остального, что надо для благоустройства. Работает магнит, магнит-косметик, разнообразные точки. Курмилка розничной продажи. За углом находится пятерочка, а за ней есть платная парковка. Люди постоянно спрашивают, где в Джимате можно припарковаться. В ту сторону разнообразные заведения. Мы сегодня посмотрим первый проезд и улицу Морскую вернемся обратно через 100 мест. Так что ждите. Очень большая классная прогулка вас ожидает. Дождались светофора. С правой стороны жарят шашлычки, друзья. Говорят, что очень вкусный. Я, честно, не дегустировал. Если вы пробовали, пишите об этом. Зеленый свет и мы врываемся, друзья мои. Осталось нам немножечко дойти до пляжа, потому что в Джимате здесь все близко. Работают все еще торговые павильоны. Наши знакомые реализуют разные фрукты и овощи. По 150 у них виноградик, 180 фейхуан. В общем, ценники почти везде. Идовые сливы по 160, груша по 180. 100 рублей. Большая сливка. Здравствуй, дорогой. У тебя цены почти везде. Ты молодец. Растешь, так сказать. 160 помидоры. Привет, Владивосток. Мы же сказали, что ждет. Привет, буду вас. От души Владивостоку привет. Ну, а тебе хорошая работа. До какого числа? Еще этот. Привет. Эдварду, Эдвард, привет. Ждем вас в следующий год. Ты скажи, ты до какого числа работаешь? До какого числа работаешь? Не знаю, еще 5 дней, наверное, неделю. Людей еще достаточно? Да, нормально, пойдет. Ну, дай бог. Все, хорошая работа у тебя. Так, двое. Вот так вот. Снимаю все. Всем вам тоже. Привет, огромный. Я не знаю, как они это вешают, но стараются очень сильно. Да, здравствуйте. Везде наши люди. Это приятно. В общем, все работает. На кадр попадем. Да, без проблем. Посмотрите, вчера пишут и говорят, мама, мы тебя видели. Да? У известного блогеря за русского. Я говорю, да ты что? И точно нам присылают фото. Вы по берегу шли. Джуматы вот здесь вот по морю. Шикарно. Вам хорошего отдыха. Спасибо, что глядите. Да, мы все уже. Мы уезжаем сегодня вечером. Как отдохнули, все понравилось? Хорошо. Очень хорошо. Море великолепно. Дельфинов видели? Да. Каждый день. Знаете, дня не прошло, чтобы мы не видели дельфинов. Да. Даже сумели одну съемочку сделать. Присылайте, поделимся со всеми. Хорошо. Обязательно. Хорошо. Все, вам до свидания. И вам здрасте. Что вы тут продаете? Вкусного. Смотрите, горит очаг, свежие лаваши прям для вас готовятся. Слушай, отлично. О, я работаю уже. Деньги надо зарабатывать. Вот такие вкусняшки, ценненькие. Видите, тебе хорошая работа? Спасибо. Спасибо. О, точка, где девушка продала кофе, собирала на большие глаза, закрылась. Наверное, насобирала и уехала. Ну, может быть, временно. Может быть, переив. В общем, джуматы кипит, ребята. Здесь, я думал, кусочки вам поснимать. Но тут, получается, у нас везде люди, везде наши знакомые. И такая атмосфера прям отдыха, как будто лето и не заканчивалось. Как будто у нас сейчас действительно август месяц. Конечно, чувствуется, что людей немножечко поменьше, чем в пиковые нагрузки сезона. Но все равно они присутствуют, довольны и счастливы, гуляют по джуматинскому проезду. А это самое главное. Как говорится, что еще надо для ощущения отдыха? Да, смотрите, везде появляются ценники потихонечку. Мы дошли до пересечения первого проезда и улицы Песчаная. С левой стороны гостевой дом Ева у нас есть на обзоре. Если видели, пишите, как вам. И в ту сторону у нас два есть гостевых дома. Здравствуйте. Вот гостевой дом Ева. Это хозяин. Вау, хорошие работы. Отличные отзывы от людей идут. Здесь у нас столовая, друзья. Это Б-52. Тоже отзывы хорошие. В принципе, обо всех заведениях у нас на Черноморском побережье отзывы хорошие. Если вам где-то что-то не понравилось, пишите. Если понравилось, тоже пишите. Вот ребята жарят шашлычки. Молодцы. Я, знаете, ловлю себя на мысль, что я вечером, наверное, впервые, потому что у нас в пяти подходит время, показываю вообще, как выглядит здесь джимотэ за этот сезон. Интересно довольно-таки, друзья. Реально, смотрите, везде цены появляются. Прям круто. Еще такие большие, чтобы люди все видели. Либо это к концу сезона такие изменения, либо в дальнейшем будут. Я, конечно, не хочется, чтобы лето кончалось, но, как говорится, все имеет начало и конец, в том числе и ваши приезды к нам. Обидно, конечно, что вы все уедете, но, надеюсь, мы с вами будем встречаться на прямых трансляциях, видеосюжетах, в которых можно будет с вами как раз-таки и пообщаться, узнать, чего бы вам хотелось, какие эмоции получили и так далее и тому подобное. Здесь у нас столовая база отдыха. Здоровье, по-моему, да, если не ошибаюсь? Вот это огонь, слушайте. В общем, все работает. Единственное, давайте, наверное, все-таки зайдем в эту столовую, посмотрим, что тут по ценам. Тут всегда было очень много людей, а сейчас, к большому сожалению, ну, вот такие вот разрывы, конечно. Цены, зато здесь огромные цинки написаны, и можно все разглядеть, поставить на паузу, что почем. Выглядит аппетитно, вкусно, красиво. Говорится, все, что надо для вас помечено. Допустим, борщ здесь можно за 80, у нас выкидывал во всех местах по 90. Пилочки в шапочках, это тоже очень хорошо. В общем, красота, ребята. Смотришь, и сразу же кушать хочется. Это мы все увидели, там еще узбекская кухня, пицца дельно готовится, ну, всем, кто ест, приятного аппетита. Да, не ошибся, базового отдыха, здоровье, работает, если отдыхали, там тоже напишите, пожалуйста, как вам. Специи разнообразные продают, тоже очень много разных вкусняшек. Добрый день, персик, мед, хорошая реклама у ребят. Прямо прочитаешь, улыбнешься. Присылайте, кстати, если где-то находите интересную рекламу, будет интересно. Улица Виноградная, здесь Хоста-Альта, гостевой дом, и под ним находится столовая Виноградная. Она в ту сторону пошла, мы там будем ее пересекать еще по улице Морской, дали видео. Здесь столовая, мы ее делали обзор, когда она в этом году запустилась, открылась. Ну, а тут выбор огромнейший сладостей, вкусняшек, разных фруктов, овощей. Что, смерз, Мауль? Какие люди, какие люди! Даже ценники, слушайте, у вас прям что-то меняется, у всех цены начинают появляться. Что случилось? Не знаю. Слушай, ты не боишься, что сейчас весь сам виноград съешь, и никому ничего не останется? Очень вкусно, свежеворовано. Ой, свежево собрано. Отлично. Давай, расскажешь нам по ценникам, что почем у тебя? Огурчики 100 рублей, помидоры по 150, 50, 150, 60, 60, чеснок по штучной, по 35. Это все по 100, морковка 60, лимоны 30, 100, мандарины 250, хурма 150, яблоки 100, виноград весь по 150, персики 170, мандарины блески, слива 80, ягоды голубика 150, гранат идет у нас 250 и жир 250. Арбузы дыни? Арбузы у нас 40, дыни 75. Отлично, хорошо работает, давайте, удачи. Дальше, ребята, тут продолжаем. А он свиномайку так и не заработал, все в гостинице, все в гостинице. Красавчик, давай, теперь можно проиграть в гостинице. Обязательно. Отлично, поздравляем. Да, настроение, конечно, от джимоты на проезде после такого мощного лета, прям отлично. Здесь продают кожные изделия, мне ребята раздарили ремень, очень долго с ним отходил. Какова красота, дорогие мои друзья. Еще немножечко, еще чуть-чуть, я уже чувствую аромат моря и приближение к нему. Добежим, как говорится, и вам все покажем. Ну и как без специи. Вот этот весь аромат перекликается со всем, это очень круто. Здесь продаются разные вещи еще, того, чего вам не хватало. А это юбилейный тупик, сухо в этом году и хорошо, друзья мои. Здесь с левой стороны есть столовая, да, людей в столовых немного. Хотя в Витязево у нас, допустим, в первый столовой была даже очередь. Может быть, выбирает какие-то заведения. Вот новая столовая, посмотрим, как у нее здесь по количеству людей. Чуть-чуть одна семья сидит. В общем, сезон, походу, потихонечку подходит к завершению. По крайней мере, у столовых точно. Еще одна столовая бар. Здесь маманья столовая 8 до 22. Вроде много людей, а не сидят. О, что ж вы их смотрите. Сейчас посмотрим, что по ценам. Все подписано хорошо. И вот так это нам все выглядит, ребята. Если ели, пишите отзыв. Будет интересно узнать. Магнат продукты и серф-бар здесь находятся. Настилы, мусорки. Здесь есть на подходах к пляжу, друзья. Но там какие-то зоны отдыха реализованы. Под вечер я понимаю, что здесь пуфики ставят. С дымными паровыми коктейлями. И работают. Музыка, конечно, качает прям огонь. Чтобы не скучно было на пляже. И взываю вас всех. Всегда уточняйте все вещи, которые покупаете. О их цене, конечной стоимости. Так, лежаки у нас здесь с Wi-Fi матрасами по 500 рублей. Без матраса по 300 рублей. Туи стоят на выходе к морю. Качели. Красота. Слышите на людей еще прям предостаточно. Вечернее время действительно в джемоте прям космос. Здесь, в принципе, люди еще приезжают на отдых. Что здесь за температура воздуха, друзья мои? 27,6. Так и осталось. В принципе, южный ветерок подвиняет нам теплую воду. Сегодня, видите, дело было 25,6. Посмотрим, сколько сейчас оно будет в джемоте. Я думаю, что нам это тоже будет все очень интересно. Слушайте, а людей-то прилично. Конечно, не как летом. Ну, начало лета 100%. Здравствуйте. А сейчас посмотрим, что здесь за море. Я думаю, что это нам тоже очень-очень-очень важно. Ох, водичка. На контрасте с воздухом немножко прохладнее, кажется. Но чистейшая. Замеряем температуру. Ну что, мои дорогие, джемоте сегодня прям порадовало, да? Чистотой, красотой и количеством людей. Это фантастика, когда столько народу видишь сразу же на пляже отдыхающих. Температура воды 26,3 показывает. То есть море на градус поднялось. Вода очень теплая, чистая, классная, прекрасная. Единственное, ежачок сейчас баламутит море, но перестанет быть кристально чистым из-за взвеси песка. Но это, я думаю, что не страшно. Самое главное, что оно потеплело. Пойдем дальше. Прогуляемся до морской. По пляжикам гулять одно удовольствие. Особенно, когда ты видишь столько довольных людей, отдыхающих и наслаждающихся. И морем дети счастливые, в школу не пошли. Всех, кого встречать, детей, никто и не хочет особо на учебу. Все счастливы от того, что они могут отдыхать и наслаждаться здесь сейчас морешком. И, конечно же, получаем такую красоту на закате. В Анапе красота. Как зовут вас? Меня зовут Диана. Откуда? В Москве. В Москве. А как вам отдых? Ну, учитываясь... Добрый день. Подписчики ваши. Очень приятно. Это я вам скидывал в группу, где затоп был на Джамете. Спасибо большое. Западой была я. Мы попали впервые в Затопе, пробыли в Затопе и в Киеве. Но через неделю уже была классная погодка. Отпихали. Нет, мы просто будем, да, на самом деле. А выбора уже не было, к сожалению. Как приехали, как приехали. Это точно. Но мы чуть не... Забудьте, вам сейчас как. Забыли. Сейчас вот. Шикарно. Шикарно. Отличная погода, чистое море, все великолепно. Считываю, что это сентябрь. Да, мы попали, что мы обычно летом ездим. Ну, июля, мы переживали за погоду, за море. Ну, да, море вообще. Нам нравится очень вас подпихать. Спасибо за все. И вас смотрю постоянно, кстати говоря, Юрий. Спасибо. С вами познакомились. Да, да. Вам всего хорошего. Я думаю, надо Юрию столько дождаться. Наконец-то. Спасибо. От души Питеру хорошего отдыха. Спасибо, что смотрите. Вот так вот, ребята. Везде наши люди. И это просто великолепно. Спасибо всем, кто смотрит. Пишет комментарии, оставляет свои под видео, под всеми. Вы вообще молодцы. Здесь зона проката техническая. Тут и сапы сдают в аренду, и катамараны. Ну, что-то пока на воде. Никого не вижу. У нас, видите, сегодня прям активно. Вот там работали прокатные точки. Здесь с этим немножко попечальнее, я бы сказал. Есть батут на пляжике. Батут, причем такой довольно-таки интересный. С зубами. Еще рядышком горка водяная. Тоже очень классно смотрится. Красота. Одним словом, друзья мои. Вот мы были там людей побольше. Здесь разрывчик, пустота. И потом там, где проход с улицы морской, опять очень много людей на пляже. Вот так вот постоянно происходит. То есть где-то густо, где-то пусто. Мне очень нравится дюна Джимате. Они в этом месте очень высокие. На них вы можете увидеть людей, которые там отдыхают. Получая нереальное удовольствие. А впереди мы видим знаменитый замок Джимате. Его мы видели, кто строит. Был как-то у нас сюжет. Сейчас море отошло. И его, так сказать, берегут. Хотя заборчик вокруг него подразрушился. А жаль. А написано на нем было Анапа. На комик сделано. Такая великолепная надпись. Золото пиратов на мороженке. Прикольно. Как он? Такая красотища. Напишите обязательно, друзья. Будет интересно узнать. Очки чьи-то. Ну и сам замок Анапа. Здесь на пляже в Джимате есть массажные точки. Есть кафе-бар. Люди все больше уходят на дюны. Оттуда лучше видно море. Да и теплее там будет. Потому что от моря все-таки воздух попрохладнее. На 1 градус. И за счет этого люди, уходя на песок, прогреваются лучше. Сколько же счастливых людей еще у нас все-таки. Такое ощущение, что практически никто и не уезжал. Как я этому на самом деле рад наблюдать отдых в разгаре. Обычно в это время, честно, людей столько мы уже не видим на пляжах. Но в этом году, в принципе, она побьет все мыслимые, не мыслимые рекорды. И это очень радует, друзья мои. Море здесь на морской тоже чистенькое. И будем отправляться уже туда. Большому дяде привет. Подошел, поздоровался. Говорит, смотрю канал. Спасибо большое. Всем, кто смотрит, знает. Это очень-очень приятно. Потому что сегодня нетипичная даже одежда для меня. Но люди узнают. И причем узнают в больших количествах. Это круто. Здравствуйте. Хорошего отдыха. Тоже наши люди везде. Очень-очень-очень приятно. Здесь мы выходим и смотрим, что имеется лежаке. Не тут по 300 рублей были в этом сезоне. Дешевле, чем на первом проезде. Есть у этого пляжа консоя спасательная и медпункт. Также продается очень много разных тоже кофе на песке варят. Прикольно. Здесь детский городок. И переодевалочки впереди. Надо только прощается как-то сквозь людей пройти. Батуты присутствуют. Да, раздевалок, наверное, явно нам надо больше ставить. Потому что постоянно везде очереди. Это не вот пустая одна. Просто люди стоят, кого-то ждут. Счастье детское. По дюнам бегать. И покидаем мы пляжик. Вот такую арочку пляж морей. Классно? Теперь осталось нам еще посмотреть улицу морскую. Как она выглядит. Что здесь работает. Что продается. Что функционирует. И все заведения от джемоте. Тут у нас частный сектор. Частная мини-гостиница. В больших количествах. Если вы где-либо здесь отдыхали, обязательно напишите об этом ваш отзыв в комментариях. Это тоже очень важно для всех, кто смотрит наши видеосюжеты. А вдруг понравится. А вдруг зайдет, как говорится. Какая киса. Судя, конечно, по количеству машин. Мне кажется, что сезон здесь продолжается еще в полной мере. Музыканты пришли. Это тоже очень хорошо. Прям для нас музычку отключили. Шашлычки на шпажках. Мохито класс здесь обещает. Круто. Одно из самых крутых заведений джемоте. Называется море дым. А рыба и дым. Здесь можно всяких вкусняшек поесть. Причем очень-очень-очень классно. Кстати, ребрендинг заведения вижу. Но кухня здесь здоровская была. Если ели здесь, напишите ваш отзыв. Здесь бон аппетит столовая. Тоже хорошее место. Отличные люди работают. И мы дошли до пересечения морской и улицы Иноградной. Я вам показываю с той стороны. Здесь у нас несколько гостевых домов снято. На ней машины еще тоже есть. Значит, люди отдыхают. А здесь наши друзья. Торгуют фрукты, овощи продают. У них тут красота. Мужа мы не видим. Ладно. Здрасте. А мы прошли уже к территории бывших уральских самоцветов. Сейчас здесь сделали такую рыночно-продовольственную часть. Очень много торговых павильончиков. Распродажи везде идут. Сейчас будут они все чаще и чаще встречаться здесь. Потому что люди хотят распродать товар, чтобы... Ага, я тут и не был в середине сезона. День добрый. У тебя уже распродажи идут. Отлично. Приходите, покупайте спортивные одежды. Причем классно, да? Здесь. Пулхаус-столовая. Ребята, наши знакомые тоже держат ее. Шашлычок, еда. В общем, очень много всего интересного, друзья. Там Дехаус-пекарня. Здесь тоже на знакомые готовят нам вкусную выпечку. И столовая здесь находится. В общем, друзья, голодными в джимуте остаться невероятно сложно. И которые павильоны уже позакрывались. Вот так вот постепенно наступает сезон мертвый. В котором у нас всякие мы постепенно и вступаем. Посуду красивую продают. Очень люблю узбекские вот эти все мотивы. Мне нравится. Здесь парковка. Я думаю, что она относится к отелям, которые тут слева и справа стороны от этих торговых павильонов находятся. Целая столовая закрылась. Ну, это к тому, что мы проходили и очень мало людей в всех этих заведениях. Говорят, резко так бац, и джимуте поменьше стало народом. Витязио при этом продолжает качать. Это сегодня на трансляции, думаю, вы все видели. Продукты магазина работают. Здесь развлекательные разнообразные учреждения. Кофе, мороженое. Это разные сувениры. Кофе здесь в великом множестве продают. Тут опять ролет не работают. Шашлычная. Столовая туда еще находится. Тоже еще одна шашлычная. Шашлычная возле шашлычной. Это, конечно, прям жесткая конкуренция. Такое ощущение, что все в простоте тут прям готовят и продают только один шашлык. Ну, а что еще летом надо? Шашлычок под коньячок. Вкусно очень, как поется в песенке одной. Тем временем мы прошли уральские самоцветы и выходим уже на сам пионерский проспект. С правой стороны здесь зона развлечения. Разнообразные аттракционы имеются. То есть можно прийти сюда с детьми поразвлекаться. Раньше был только один парк Солнечный остров, куда все направлялись. Он уходит туда дальше. Рядочком с аквапартом Тики-так. Там все это на Джаматинском проезде. На пионерский мы вышли. Сейчас пройдем влево. Зайдем до нашего друга американца. Привет ему передадим. И посмотрим на заведение, которое расположено здесь по правой стороне. Является местом притяжения, куда все, собственно, и стремятся попасть. Первое заведение это у нас Гульвер. И как раз таки здесь работают американец. Он постоянно здесь грустит. Рядочком с ним пинка ему делает. Шашлычок. Ты что грустишь-то? Ой, привет. Привет. Как ваше? Ничего? Все нормально, все отлично, как надо. Мы часто его показываем, но показываем в Телеграме. У него здесь разнообразные напитки, вкусняшки. Мы много раз их пробовали, ели. И нам как бы очень все зашло и понравилось. Итак, что это такое? Лата с саленой карамелью. О, это то, что говорили. Мне советовали в прошлый раз говорить с саленой карамелью. Попробуй лата, будет просто невероятно. Люди очень много пришли ко мне. Они сказали, что у меня сами придется наличие. У меня это очень приятно, я веду всех. Я работаю до 20 сентября, ребята. Поэтому я жду всех. Эти девчата должны говорить, девчонки, приходите. Я вас жду. У меня уже дефолки много в Телеграме, но что надо? Еще надо? Это хорошо. А ну, прорекламируй свой Телеграм, покажи нам. Это мой Инстаграм. Инстаграм у нас запрещен в России. У меня почти 9-10 подписков. Это очень приятно, ребята. Вот это мой Телеграм. Яман, нижнее подчеркивание, ару. В общем, кому не сложно, подпишитесь, ему будет приятно. Адаши. Ну, какие девчонки сразу подошли. Здесь, ребята, переехала Хинкальне, которую вы помните у нас. Видите, мы здесь вкусно ели. И вот в такой атмосфере у них проходит работа. Ребята там предлагают вкуснейшую грузинскую кухню. Мы в прошлом году пробовали. Это невероятно было классно. Надо, конечно, продегустировать сначала напиток от Ямана. Это действительно вкусно. Как будто мороженка пьешь горячее. Каски с соленой карамелью. Обожаю кофе. И у него, честно, очень вкусный. Если пробовали в этом сезоне, я знаю, что многие мои подписчики с Телеги туда приходили, обязательно об этом напишите. И спицы разнообразные предлагают. Одежда, видите, со скидкой. Уже маечки по 350 распродают. Здесь сказка кафе-заведение называется. Вот детский формат сделано. Ну, еще пока не запускается. Наверное, к вечеру будут больше людей. Косички вяжут за углом. Сейчас можно посмотреть ценники на шашлычки. Все классно подписано. Крупные буквы. Рафаэль называется это заведение. Здесь веранда. Тут шашлычки. Меню на входе есть. Если вы были в каких-либо заведениях, друзья, я жду от вас обязательно отзывы. Это нам очень интересно будет. Сандэй есть у нас на обзоре отель. Также там столовая. Конечно, зовут Тюрюк. Предлагают свою выпивку. Ну и самое интересное место. Здесь два заведения, которые притягивают все население. Это джиматы близлежащих районов на тусы. Самое известное. Это, конечно же, Клин, который находится в правой стороне. Там одноименный гостевой дом есть, на котором мы тоже делали обзорчик. Ну, посмотрите, как здесь все выглядит. Если вы тусили в этом году в Климе, напишите, как он. На входе фонтанчики. А дальше танцпол и столики. Также у них работает столовая, друзья мои. Ну, я уже в нескольких столовых в этом видео показал цены. Чтобы не забивать его, показывать не буду. Но здесь всегда одни из самых низких. Если ели, пишите, как вам. Будет интересно узнать. В этом году я, кстати, пробовал вот в буфете причал. Вкусный. Кофе мне делали. Было великолепно. И здесь мы заходили в заведение. В это. Вот сейчас работает. А уже столовая не работает. Только шашлык. И лабора работает как отдых. Именно в ночное время. Также у них есть веранда. С левой стороны тоже можно приходить на отдых. Будет очень круто. Все, друзья. Мы, в принципе, с вами все посмотрели. Чемотэ как сейчас себя чувствует. В этом. 46 августа. Или, если быть верным, то 15 сентября. Середина сентября, друзья. Надеюсь, что было приятно. И я от вас заслужил лайк, подписку. А самое главное, поделитесь этим видео с вашими близкими. С вами был Юрий Азаровский. Ваше здоровье. И пускай ваше здоровье никогда не будет портиться. При этом Черноморский и немножко море. В конце нашего видеосюжета. Для каждого из вас, кто действительно скучает по нему. И переживает, как оно там без него. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА